День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. Слушайте программу Очевидец во вторник в 11 утра. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы в нашей ностальгической передаче вспоминаем замечательного человека, режиссера, публициста, гражданина Юрия Заподникса. Для людей старшего поколения это имя очень хорошо знакомо. А для тех, кто может быть помоложе и не застал его культового фильма «Легко ли быть молодым», который буквально произвел фурор в конце 80-х годов, который вообще не в курсе деятельности его студии, мы бы хотели сегодня вспомнить о нем и напомнить о том, что это был за человек и какое значение он имел в жизни нашей страны. И поможет нам в этом Татьяна Фасс, главный редактор журнала «Открытый город». И человек, который, наверное, какую-то часть жизни посвятил тому, чтобы увековечить память Юрия Заподникса, поскольку Татьяна написала и книгу о нем, и сняла фильм. Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Людмила. Очень рада сегодня поговорить о Юрисе, потому что, как все классики, а его с полным основанием можно назвать классиком, он вечен и в любое время может быть кстати. И вспомнить о нем сегодня – это тоже кстати, потому что, вот вы упомянули его фильм «Легколе быть молодым». Было время, когда именно он гремел, и он был главным в его творчестве. Сегодня я бы вспомнила больше его фильм «Мы». Это многочасовой, пятичасовой сериал, например, фактически о развале Советского Союза, который он снимал в конце 80-х, и который очень перекликается с нашими сегодняшними событиями, потому что этот развал фактически до сих пор, можно сказать, происходит, в душах людей, во всяком случае. И эта драма поколения, которая пережила вот этот распад, развал связей, она продолжается до сих пор, и многие остались до сих пор в том времени, а многие уже его перескочили и прожили. А вот Юрий с этим фильмом все время напоминает, что нужно помнить о том, как все это драматично было, и какие последствия это оставило в наших душах. Например, вот его знаки, которые он посылал нам о том, как формируется природа зла в душе человека, вот это, мне кажется, сегодня очень актуальная тема. И вот уже когда я писала книгу, я писала ее через 10 лет после его гибели, начинала собирать материалы, я понимала, что вот он всю жизнь болел именно этой темой, темой поиска ключиков в душе человека, в котором и добро, и зло поживаются одновременно. И вот когда побеждает добро, а когда побеждает зло, это связано и со временем, и с каким-то этическим критерием в душе человека, который Юрий называл такой внутренней церковью в себе. И вот сегодня, мне кажется, тема этой внутренней церкви звучит очень актуально, особенно на фоне всех наших разговоров о войне и мире, и о том, что вот сейчас такие грозные события, которые могут обернуться катастрофой, трагедией. Юрий как раз в то время, вот как все классики, опять же, он был провидцем, и в то время он нам посылал эти знаки, что люди, будьте осторожны, бойтесь вражды, бойтесь национализма, бойтесь войны, вот эти знаки он нам подает оттуда и с своего времени, и они сегодня очень-очень актуальны. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, в когорте интеллигенции 80-х годов латышской, какую роль занимает, какую роль играет Юрий Спотникс, насколько он был как бы в строе, что называется, в какой мере он выбивался из этой струи, поскольку вот то, что вы сейчас сказали о том, что там бойтесь национализма, это как раз вышло как бы на авансцену в то время, то есть как раз национализм был той силой, которая, может быть, мобилизовала в какой-то мере людей и внушила в них, внушила им какой-то императив такой, что вот надо бороться за свое национальное и так далее. И даже когда при этом попирались какие-то права других людей, я имею в виду там и неграждан, и разные другие ограничения, которые, так сказать, молодое восстановленное государство применило в отношении к части своих жителей. Но и вот какой-то момент, что ли, что мне это позволено, я это могу, и можно пренебречь там правами людей, например. То есть вот Юрису свойствен был этот голос совести, или он как бы не смог, не успел его выразить, или, может быть, его не так слушали, как другие? Ну, Юрис, безусловно, это человек своего поколения, человек 80-х. И вот вы говорите о национализме. Надо различать национализм и национальное самосознание. На мой взгляд, 80-е годы – это был взлет и расцвет именно национального самосознания, которое просто до этого находилось в самом зачаточном уровне, и проявления у него не было. А Юрис, как все романтики, ведь знаете эту фразу знаменитую, что революцию готовят романтики, осуществляют фанатики, а пользуются результатами негодяев. Ну, у нас, по-моему, все произошло в оптимистической формуле. И Юрис, безусловно, был дитя своего времени. Конечно, он на этом взлете национального самосознания. Он и расцвел как художник, и его окружение, люди, которые создавали Народный фронт, создавали с позитивной энергетикой, создавали с желанием утвердиться в этой жизни, утвердить свой народ, дать ему возможность пожить самостоятельно. Это глоток свободы. Он был человеком свободы в полном смысле своего слова. Кстати, в конце 80-х он же успел, одним из первых латышей, латышских художников, успел побывать на Западе, пожить там. Он там несколько лет жил в Великобритании в конце 80-х, и успел оттуда вернуться. И был очень удивлен, что в английском языке нет термина национальное самосознание. Там все национальное, оно как раз как националистическое. И он удивился, что вот там как бы оно более узкого понимания, с отрицательной коннотацией. А вот и в русском, и в латышском языке тут есть разница. И я думаю, что Юрис как раз осуществлял свою и кинореволюцию, и такую духовную революцию именно на волне вот этого взлета национального самосознания. Ну а уж что из этого получилось, мы с вами можем наблюдать сегодня. Хорошо. Ну, понимаете, я почему спросила о том, был ли он в струе? Ведь когда он погиб, было очень много таких сомнений по поводу того, была ли это смерть, ну как бы случайной, несчастным случаем, или все-таки с ним разделались, кто-то хотел его убрать, он кому-то мешал и так далее. Вот как вы относитесь к этим суждениям о его гибели, и все-таки удалось ли в конце концов выяснить правду, что произошло вот в тот день, когда он фактически утонул? Ну да, и ушел из жизни очень необычно и очень странно при странных обстоятельствах. И я, конечно, этим расследованием занималась много лет. И встречалась со всеми следователями Латвийской прокуратуры, которые занимались делом 91-го года и 20-ми событиями, с генеральным прокурором Калмейрцем на то время, который, собственно, и занимался делом, расследованием дела гибели Юриса. Очень много данных я собрала, и у меня в книге есть несколько версий его гибели. Конечно, самая вероятная версия – это политическая, о том, что действительно с ним могли расправиться. Но расправятся, скорее всего, конечно, спецслужбы, которые очень активно участвовали в событиях 91-го года и которые, безусловно, не были заинтересованных свидетелем того, что происходило во время едварских событий. Юрис был свидетелем того, что происходило в Вильнюсе, свидетелем того, что происходило в Риге в январе. И фактически он остался чуть ли не единственным живым из всех свидетелей. Его коллеги Грида Звайдина и Андрис Лапин, как мы знаем, были просто уничтожены снайперские пули в январе 91-го года. А Юрис носил эту правду той ночи в себе до конца. И намеками, какими-то разговорами, интервью он говорил, что он знает больше, чем сказал. И я, как журналист, который всегда был где-то рядом, я все время его дремала. Я говорила, ты должен это сказать, ты должен вспомнить, ты должен обо всем этом высказаться. А он говорил, что я не хочу, чтобы погибли еще 15 человек. А 15 человек это был состав его группы. Поэтому до поры до времени, типа, правды, вот, а даже об этом январе, я тебе рассказывать не буду. Поэтому, конечно, у меня были сомнения в том, что какие-то преследования были, возможно, его. Он же ведь утонул буквально в июне 23-го июня 92-го года, и это через полгода после январских событий. То есть не исключено, что с ним, конечно, расправились именно потому, что он слишком много знал. И потому, что, как я считаю, что он предотвратил кровавую бойню января, которая должна была быть с большим размахом, тем, что вот пленка январских событий Литвы была передана в Швецию, она облетела весь мир, и тогда ее увидели и сильные мира сего, и был разговор с Бушевым, с Робачевым, и так далее. По-моему, на мой взгляд, вот уже то, что произошло через неделю в Риге, было остановлено благодаря вот этим кадрам, которые сняли, снял Юлиц со своей киногруппой. Поэтому, конечно, у него были недоброжелатели, у него были враги, хотя он из тех людей, которые умел дружить. Умел дружить даже с этими представителями спецслужб. Например, когда я писала книгу, то столкнулась с тем, что он же много выезжал, даже до развала Советского Союза, выезжал по границу, и в свое время он много ездил с кором АВСУ, в том числе ездил, например, во Францию, в Париж, и там, во Франции, ему пришлось спать в обе постели с КГБшником. Так вот, я нашла этого офицера КГБ, который действительно с ним спал, в одной кровати, потому что средств в то время на выезд в творческих групп не хватало, и в этой большой группе хористов там было очень много девочек и очень мало мальчиков, и вот два мальчика, которыми оказался КГБшник, который, так сказать, писал отчеты об этой группе, и Юрис, они вынуждены были спать в одной кровати, потому что это было дешевле, чем помещать в разных комнатах. Ну, то есть, вот он умел дружить, и вот этот КГБшник, что меня поразило, он говорил о Юрисе потрясающие слова, какой он был замечательный, какой он был героический, как он заступался за наших латышских девушек в этом Париже, где к ним приставали французы. Он готов был драться, он готов был лезть на рожон, только чтобы защитить этих девушек. И вот этот офицер, бывший офицер КГБ, он восторженно рассказывал о Юрисе. Юрис умел дружить со всеми. Более того, когда уже в конце 1991 года, или это осень, по-моему, 1991 года, когда ОМОН выводили из Латвии, то к нему вечером, поздним вечером на студию пришел Александр Кузьмина, где он из офицеров ОМОН и один из руководителей этого ОМОНа, перед тем, как эти акцины выводили в Тюмень, он очень боялся, что будут уничтожены свидетели всего того, что произошло в 1991 году. И он дал ему очень большое и откровенное ночное интервью. Этой пленки не видел никто. Эта пленка была сохранена Юрисом для истории. Он собирался долго жить и много чего снимать. И вот на этой пленке Кузьмин очень много рассказывает ему того, что он никогда бы никому не рассказал. Он ему доверял. Доверял, несмотря на то, что Юрис, конечно, как он относился к ОМОНовскому, к тому, что они были участники этой провокации 1991 года и погибли два его друга. Но тем не менее, вот он даже в ту же ночь он взял камеру и поехал к этим же ОМОНовцам, чтобы понять, что чувствуют люди, которые участвовали только что в этой горячей переспелке, где погибло пять человек. Вот он как раз искал ключ к душе человека. Я и хочу сказать, что вот его всю жизнь интересовала эта природа зла. Как человек может пойти на преступление, как легко его на это спровоцировать, как легко он может переступить грани, стать убийцей вдруг. И вот он пытался разобраться в этом и тогда, и той ночи. И тогда, когда снимал свой фильм о стрелках, о дверь без стрелков, которые тоже убивали, которые тоже участвовали в революции 1917 года. И потом уже в фильме «Мы» он тоже самое со сданцами все время задавал им этот вопрос. И как легко людей столкнуть друг с другом и заставить стрелять друг у друга. И он это во всех интервью проговаривал и в фильмах своих тоже посылал вот эти знаки, что люди будьте осторожны, люди будьте внимательны друг другу, не давайте себя обмануть, не давайте себя спровоцировать. Хотя вот еще один грех, как он любил тоже говорить в интервью, что огромный грех человека это его слепота и самообман. И как легко этому поддастся, когда тебя провоцируют. И вот это тоже одно из предостережений, которые он посылал нашему миру и посылал в сегодняшний день в том числе. Мы понимаем, что сегодня это очень актуально и просто очень востребовано именно этот призыв. Не будьте слепыми, не поддавайтесь самообману. Ну, к сожалению, меня обманывать нетрудно, я сам обманываться, рад, да, говорила. Люди так устроены, к сожалению, да, легко очень, идут на то, чтобы поддаться общему какому-то порыву, общей эмоции. И на эмоции, конечно, очень легко стать солдатом и взять в руки винтов. Очень легко. На эмоциях, на каком-то порыве эмоциональном. Татьяна, я хотела спросить как раз про этот фильм «Созвездие стрелков». К сожалению, вот как раз этот переломный период 90-х годов в общественном сознании очень часто возникала тема жертвы, да, тема обиды, там, на какие-то могучие силы, которые, там, людей лишали, там, каких-то их убеждений, достоинства, там, и так далее. Вот. А тема героизма латышских стрелков в том числе, она осталась как бы на обочине, да, и вот некоторые из моих товарищей считают, что это неправильно, что это как раз тот камертон, который вообще в какой-то мере создает стержень нации, потому что действительно это были люди героические, да, они участвовали в гражданской войне, и они участвовали, может быть, с точки зрения современных историков не на той стороне в большинстве своем, то есть они были красными, они были большевиками, и беззаветно служили этой идее, ее отстаивали, и иногда до последней капли крови, и это осталось в каких-то исторических пометах на территории России, есть памятники, и я сама была удивлена, например, увидев на памятнике героям гражданской войны в городе Тюмени латышские фамилии, но собственно говоря, латышские фамилии и в Сибири это неудивительно, потому что я вспоминаю, что в моем родном городе Ханты-Мансийске заведующей хирургическим отделением была Ида Яна в Ностальге, вот, а вторым секретарем горкома партии была Валентина Адамовна Азолина, ну я теперь понимаю, что она Азолина, ну ее так называли Азолиной, и так же, как Ивана Азолина, который служил на станции Остапова, где умер Лев Николаевич Толстой, о нем писала наша коллега Ксения Загоровская, тоже называли Азолин или Азолин, то есть вот эти крупицы, истории, они где-то остались на картах, они остались в названиях улиц, они назвались, остались в памятниках, но в Латвии они как-то поистерлись, не стоит ли нам может быть вспомнить об этом фильме «Созвездие стрелков» и не напомнить его лейтмотив, а какой он был? Дело в том, что Юрис уже в 30 лет снимает этот фильм «Созвездие стрелков», он был очень взрослым человеком уже даже в это время, он прекрасно понимал, что вот этот героизм, о котором вы сейчас говорите, он совсем не романтический, а этот героизм, который замешан на крови, на крови, героизм. И стрелки, которые прошли в своем походе революционном, практически прошли Украину, они дошли до Урала, они оставили после себя очень много крови, очень много разрушений, и в тех же российских деревнях они вспоминают иногда с ужасом. И вот Юрис это абсолютно хорошо понимал с нами, потому что он сам вместе с группой проехал по дорогам стрелков. Они проехали не только всю Латвию объехали, а не с группой, а объехали именно и российские территории, и Украину, именно там, где воевали латышские стрелки. У него самого был дед латышским стрелком, и он очень хорошо помнит, причем дед, который вернулся сюда в 19-м году, женившись на питерской девушке, которая была из огрусевших немцев, то есть у Юрисов в крови там много чего было перемешанное, и вот эта бабушка его, питерская бабушка, которая, в общем-то, его и воспитала, потому что мама ушла очень рано, умерла, когда он был подростком, и вот отец и бабушка были его главными воспитателями в жизни. Вот эта бабушка, она приехала сюда, она не могла, не знала ни одного латышского слова, и дед латышский стрелок, значит, вместе с ним они прожили 30-е годы, здесь, в Латвии, он вернулся сюда, а после войны дедушку репрессировали, он попал в Сибирь и вернулся оттуда, слава богу, живым, 50-е годы, но без ноги, в общем-то, таким уже депрессивным человеком, и стал выпивать, и Юрис, но Юрис его помнит хорошо, как он сидел у него на единственной коленке и рассматривал у него героические медали в то время, и Юрис как бы это все на себе, на своей жизни, примерял всегда на свою жизнь, он как настоящий художник все пропускал через себя, и вот это через себя, вряд ли дедушка ему рассказывал там какие-то страницы героического прошлого, но тем не менее, Юрис очень глубоко въехал в эту тему латышских стрелков, и вот, когда они поехали искать выживших этих стрелков, они нашли, в Латвии нашли 300 человек, это был 80-й год, 81-й, 300 человек, и они очень долго с каждым из них разговаривали, они уже были очень пожилые, еле говорили, без зуба, это видно даже по фильму, то есть, эти люди выглядели настолько убого, настолько заброшенно, более того, многие из них голодали, и Юрис уже, зная это, они в командировке брали с собой пакеты еды, они возили им там хлеб, масло и так далее, вместе с киногруппой, и вот, глядя на этих стариков, и старикам уже нечего было терять в то время, они были очень откровенны, и они собрали такое огромное количество правдивого материала о том, что стрелки видели, в чем участвовали, как все это происходило, сколько им платили, где они воевали, кого они погубили, кого они там прославили, они собрали столько материала, что вот эти бобины, раньше это были большие рулоны кинопленки, которые надо было использовать, и потом сдавать на киностудию, чтобы ее проявили, вот они огромное количество этой кинопленки не отдали на киностудию, понимая, что ее просто либо сожгут, либо уничтожат, либо еще каким-то образом от нее избавятся. Они хранили ее в доме Плаудиса, он был сценаристом фильма «Сосреди стрелков». Я уже к нему ездила, он был тоже достаточно глубоко таким пожилым человеком за 80 лет, и он мне уже рассказал, что мы эту пленку прядали у меня в доме, в Лангстане у него был дом с озером, и под кроватью, где-то в подвале, боясь, что ее просто уничтожат. И так он буквально живет до 80 лет, уже было другое время, только в это время он рискнул отдать эти пленки в музей, в архив, вернее, в архив. Сейчас они находятся в архиве. Это огромное количество материала, которые историкам предстоит выслушать, изучить. Кстати, в свое время, когда я тоже с Юлием все время общалась, и вот он вспоминал об этих стрелках, я говорил, ну, дай хоть что-то послушать. Нет, еще типа не настало время. Видимо, там вот и спрятана вся эта правда о том, что стрелки из себя представляют, об их истории. Огромное количество материала, которое, конечно, должны проанализировать, прослушать, оцифровать историки, если вообще эта пленка еще сохранилась, неизвестно, какого она качества, потому что пленка не вечна, к сожалению, ее нужно отстреливать. Вот огромный материал лежит в архиве, связанный с историей латышских стрелков. Хотят наши власти или ничего на этом заниматься, или не хотят. Это, конечно, их дело, но я считаю, что это огромный пласт истории, который просто нельзя терять. Ее нужно, конечно, оцифровать, ее нужно оставить для потомков, потому что там правда, там правда старых уже умирающих, можно сказать, людей. Кстати, этот фильм не хотели принимать в Латвии, в госкино Латвии не хотело принимать, потому что считали, что очень слишком мрачные истории вы рассказываете, слишком убого у вас выглядят вот эти вот герои, которые действительно тогда им хотелось, чтобы они были героями, но и несколько раз Юлис возил фильм на пересдачу, в конце концов, они там как-то согласовали и все-таки этот фильм вышел, но тем не менее он частичку правды о стрелках попытался все-таки преподнести в этом фильме, и там эта частичка есть, и она видна. Ну, будем надеяться, что найдутся историки, которые действительно займутся этим материалом, доведут до сведения о широкой общественности, а вот то, что вы рассказываете о том, что они там ездили с едой, они ездили там по всему Союзу в командировки, очевидно, что это все стоило немалых денег, а вот как финансировалась вообще его работа, кто давал на это деньги? Мы сейчас как-то совершенно в других реалиях живем и понимаем, что кинодокументалисты, они в основном как-то живут на какие-то заказы от телерадиокомпаний или там на заказы каких-то конкретных людей, которые фильмы снимают, а вот как его жизнь, жизнь студии организовывалась в то время и откуда брались деньги на все эти дальние командировки? Ну, естественно, кино было государственным, государственным учреждением, как и все, в советское время. В 80-е годы оно финансировалось без годов бюджета и платили там какие-то лимиты, платили, конечно, каждой киногруппе, которая утверждала сначала план, должна была получить разрешение на съемки и так далее. И, безусловно, все в 80-е годы, пока он работал на киностудии, все это финансировалось в киностудии. Но уже в 87-м году, в 87-м году, когда уже стало больше свободы, уже художники стали выезжать и больше получать возможности для другой какой-то работы коммерческой, то на него вышли англичане. После фильма, кстати, легко ли быть молодым. Англичане, которые познакомились с ним в Москве, такой продюсер Ричард Кридзи, и им очень захотелось, чтобы Юрий поработал по заказу в Великобритании. И частный канал Channel 4 выделил ему средства на то, чтобы он снял коммерческий документальный фильм о рокерах в России. И вот он начал снимать этот фильм, еще совершенно не понимая, что из него получится. В конце 80-х годов он друг Караченцева, друг Лева Гущина, очень известный был в СССР журналист, и Юрия Щекочехина. Все эти люди попытались написать сценарий о жизни молодых бунтарей, молодых российских бунтарей. И они поехали снимать Переславу Долеский. Тогда, кстати, вышла опера «Юнон и Авось», и все были покорены этими потрясающими ариями, которые пел Караченцев. И вот они повезли артистов в этот монастырь Переслава Долеского, чтобы снять этот хор «Аллилуйя», этот потрясающий словами Лизесенского, потрясающей эмоцией. Вот Юрису казалось, что вот это нужно снять, и в фильме это должно обязательно быть. Поехали туда, сняли, там каких-то молодых парней нашли, снимали эту молодежь какую-то оторванную провинциальную, и он чувствовал, что как-то что-то не идет в этом фильме, не получается, что все не по сценарию, все как-то неинтересно. В это время уже начинали как бы тут национальные движения зарождаться на окраинах СССР. Что-то происходило в Грузии, что-то происходило... А, кстати, во-первых, произошел Чернобыль в 86-м году, и Юрис, как любого документалиста, тянуло на все горячее, на все запретное, и на все такое вот жареное, грубо говоря. Хотя Чернобыль назвать жареным, конечно... Актуальная, актуальная. Ну, она актуальная, ну, и на все, чего не могут другие. Он же документалист, его, конечно, тянуло на горячее, на горячие темы. И что вы думаете, когда у него появились английские деньги, то он стал летать на все эти горячие точки, во все горячие места. И он решил спуститься в четвертый реактор, вместе с киногруппой четвертый реактор Чернобыльской АЭС, который тогда еще не был под этим колпаком. Это был огромный радиатор, огромные риски. Он пошел туда не только сам, он потащил туда еще и киногруппу. Из живых сейчас остался только Анрия Кронберг, звукооператор, слава богу, и дай бог ему здоровья и долгой жизни. Остальные умерли. Ну, и в том числе он, и Саша Генченко там был, и это Улдес Миллер, это Грюбидо Звагина, вот они все там были. И, конечно, он четыре раза спускался в АЭС, Чернобыль, в Чернобыльской АЭС. И подвигал себя огромному риску. И когда там, кстати, когда я вас спрашивала, ну зачем, зачем ты туда полез? Неужели это, тогда уже было понятно, что это огромный риск? Уже тогда умирали люди от облучения. Он говорил, ну как, я же журналист, я должен это все увидеть, иначе это все уйдет, такой саркофагом. Я это не увижу, не расскажу. То есть вот когда он получил эти западные деньги на нечто такое абстрактное, он просто стал свидетельствовать то, что было не абстрактным, а то, что было горячим на тот момент. Он поехал в Чернобыль, значит, снимал в Чернобыль, снимал эти звенящие иконы в домах, то есть вот все, что излучало, радиация, вот эти страшные картины, у него есть в фильме «Мы». В результате получился фильм «Мы», многосерийный, часовой. А в молодых рокерах там нет ни слова, а там, потому что наступало другое время, наступали вот эти горячие события, Грузия, Баку, Латвия, Литва, то есть он вот летал на все горячие как бы точки, где кипело, где потом землетрясение в Армении, страшнейшее землетрясение в Армении, куда он тоже поехал в группы, где началась Азербайджан-Карабаха, Азербайджан-Армянская война, Карабах тогда закипел, он в Карабах много раз летал, и вот он стал вот это снимать, и, значит, на его фильм о молодых бунтарях когда-то англичане готовы были выделить 100 тысяч фунтов. В итоге он два года летал на все эти горячие точки, до 88-го года, 89-го, практически он летал, снимал, и в итоге это получилось под миллион фунтов, то есть на 100 тысяч фунтов было все это израсходовано. И когда нужно было представлять фильм продюсером в Англии, то получилось 10 часов, они монтировали бесконечно физицами, монтировали, и никак не могли прийти к какому-то общему знаменателю к конечному результату. И когда стали представлять это продюсером, то те увидели 10 часов потрясающего вот этого страшного зрелища, этих тяжелых сцен, этих человеческих трагедий, и они поняли, что перед ними бомба, и что это нельзя выбрасывать, это материал живой. Причем Юрисон, он жадный был до своего материала, он никогда никому ничего не показывал, никогда ни одного кадра никому не отдавал. И когда он два года посылал материал на проявку в Англию, пленку, то поставил условие, что там еще тоже те телевизионщики, они просто легко этот кадр могут украсить для телевидения и показать. Капировать. Да, поэтому он поставил условие, если будет выбран хотя бы один кадр из его хроники, они заплатят ему 10 тысяч кутов. И они действительно очень осторожно обходили с его материалом, проявляли, приходили в ужас от того, что видели и ничего не отдали на телевидение в хронику. Поэтому он весь материал сохранил. Но из этих 10 часов он сделал 5 часов. И вот вроде как коммерческое кино, это единственное свидетельство распада СССР, который снял он и его киногруппа. Все остальное существует в каких-то эпизодах, каких-то конкретных сюжетах армянском, грузинском, азербайджанском, латвийском, латышском и так далее, российском. А вот в целом, вот так, в целом всю эту картину представил только он со своим фильмом «Мы». Но, как сказал в то время композитор Рыбников, который написал музыку к этому фильму, потрясающую музыку, сильную, мощную, он сказал, что этот фильм настолько страшный и настолько тяжелый, что он стал секретным для России, практически секретным. И в России он не был показан по телевидению в полном формате. Показывали какие-то отдельные серии, российское телевидение договаривалось с англичанами и показывало там юбилейные для Юрица дни. Но, в целом, этот фильм так и не был показан. Он действительно производит очень тяжелое, дникущее впечатление. Но это хроника событий того времени. Так вот, это вопрос о том, как можно сделать коммерческое кино. Вот это коммерческое, в кавычках, кино, которое сделал Гудникс, это история. Настоящая живая история. Ну, о бюджетах 800 тысяч фунтов, я думаю, сейчас многие документалисты могут только мечтать. Да, они могут мечтать о 10 тысяч фунтах. Действительно, это так. Это так. Документальное кино, конечно, финансирует. Но я вам скажу, что наш киноцентр достаточно все-таки упорно себя ведет и постоянно получает деньги из бюджета на создание разных фильмов. И сейчас латвийские кинематографисты последние, может быть, года три или года даже лет пять, может быть, живут не так плохо. Финансируется и художественное кино, и документальное кино. Все время рассматриваются киноцентром национальным какие-то проекты. И сейчас и кино, и наша музыка национальная, она финансируется, и многие другие страны нам даже завидуют. Не так все плохо. Хорошо. Сегодня мы вспоминали Юрия Сапотникса, замечательного латвийского режиссера, документалиста, автора многих, я бы сказала, культовых фильмов в истории Советского Союза, в котором он жил и который он отражал в своих кадрах. И многие из этих кадров, как сегодня сказала наша собеседница, главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст, автор фильма и книги о Юлии Сапотниксе. Многие из этих кадров до сих пор ждут еще своих исследователей. Мы надеемся, что, может быть, кто-то, прослушав эту передачу, заинтересуется этой темой и обратиться к этим материалам, чтобы все-таки довести их до широкой общественности, познакомить с ними. Я думаю, что это всем необходимо. И хорошо, что эти материалы сохранились и дадут нам возможность исследовать время, в котором мы жили и жил Юрий Спотникс. И я думаю, что это необходимые уроки, которые каждому человеку надо усвоить, поскольку, как сказала Татьяна, очень легко подастся какой-то общей то ли эйфории, то ли заблуждению и впасть в категоричность, впасть в струнность. Стать просто и он как бы общего настроя. А каждый человек – это личность. И, конечно, он должен помнить о том, что нужно думать, всегда думать, когда ты принимаешь какое-то решение, когда ты делаешь какие-то выводы, как вести себя в той или иной ситуации. То есть мы не должны зависеть от обстоятельств, мы все-таки должны думать, как себя вести сами. Я бы сказала, да, я бы сказала, что Юрий Споднякс был человеком с большой совестью и нам всем следует помнить именно о том, что голос совести в нашей душе нам всегда подсказывает правильный путь и придерживаться этого пути. В программе «Ощевидец» сегодня была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город», автор книги и фильма о Юрии Сподняксе. Программу провела Людмила Кребульская, звукорежиссер студии Евгений Копин. Всего вам доброго, до встречи через неделю и мы снова будем говорить про знаменитый колхоз Адыжи и его председателя Альберта Кауса. Всего доброго.